Требуется праведность Божья, чтобы вывести нас на такой уровень, где мы можем ходить в спокойствии и мире. Неважно, если весь остальной мир переходит в упадок, катится вниз, и все вокруг вас просто сходит с ума. Вы не должны устремляться вместе с ними. Но вы не сможете выйти на такой уровень, не применяя свою веру в то, что Бог уже для вас сделал. В то, что Он уже сказал, и что Он уже вам дал. Заставляет ли вас ваша финансовая ситуация волноваться весь день или не давать вам ночью уснуть? Сегодня Кеннет Хопплэн говорит о том, что есть место в спокойствии и мире, в которое мы можем войти, когда мы ходим в праведности Божьей. Когда мы проводим время в Слове Божьем, в молитве и получаем направление от Него. Мы можем сеять наше семя в вере, что оно восполнит все наши нужды, и сейчас на передаче «Победоносный голос верующего». Слава Богу! Аллилуйя! Воскликните кто-нибудь «Аминь!» Хвала Господу! Прежде чем вы сядете, повернитесь и благословите кого-то. Просто благословите кого-то широкой улыбкой, крепким объятием. Скажите «Я люблю вас!» Как ваши дела? Хвала Господу! Слава Богу за это! Аминь! И затем вы можете садиться. Слава Богу вовеки! Если у вас есть с собой ваши Библии, давайте откроем их на 6 главе Евангелия от Иоанна. Иоанна, 6 глава. И мы начнем читать... С первого стиха. И прежде чем мы пойдем дальше, есть некоторые вещи, к которым я хотел бы поучить вас в отношении ваших финансов. Поскольку оно все окажется взаимосвязанным. И есть сфера спокойствия и мира в праведности Божьей. Фактически, как мы уже говорили в начале, Библия говорит, что делом праведности является спокойствие. Плод праведности — мир и безопасность. Мир и безопасность. Этот мир и безопасность, когда вы больше всего в них нуждаетесь. Любой может иметь мир, когда все идет хорошо и замечательно. Нет никакого беспокойства. Но требуется праведность Божья, чтобы вывести нас на такой уровень, где мы можем ходить в спокойствии и мире. Неважно, если весь остальной мир приходит в упадок, катится вниз, и все вокруг вас просто сходит с ума. Вы не должны устремляться вместе с Ним. Но вы не сможете выйти на такой уровень, не применяя свою веру в то, что Бог уже для вас сделал, что Он уже сказал и что Он уже вам дал. Поэтому сегодня я хочу показать вам на этот счет некоторые вещи в отношении ваших финансов. Шестая глава Евангелия от Иоанна. Вы уже там? Хорошо. Первый стих. «После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За Ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые Он творил над больными. Иисус зашел на гору и там сидел с учениками Своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возветочие и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу, «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Итак, я хочу, чтобы вы кое-что здесь заметили. Вернитесь к первому стиху. «После сего пошел Иисус». «После чего, Господь?» Что ж, вам придется вернуться назад и прочитать пятую главу. «Всего учения, всех этих вещей, того учения, которое Он преподал, всех тех чудес, которые Он совершил». Аминь. «После сего за Ним последовало множество народа. Они видели чудеса, которые Он творил над больными». Итак, Он поднялся на гору, Он сел там со Своими учениками. Иисус, возвет очи, говорит, «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» И Он сформулировал этот вопрос так, чтобы заставить их думать и вытянуть из них то, чему они были научены, что они видели, и во что они были вовлечены в Его учении. И так далее. Потому что все это время они были там. Поэтому Он спросил, «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» «Говорил же это, испытывая его?» Или Он сказал это, чтобы выяснить, чему они научились. «Говорил же это, испытывая его?» Ибо Сам знал, что хотел сделать. У Него уже было направление от Господа. Он уже знал, что Он будет делать. Знаете, любой хороший учитель, который знает, что Он собирается делать, он знает, чему Он учил, и теперь Он знает, чему Он будет учить. Он выяснит, на каком уровне находятся Его ученики, и Он выяснит, что они слышали, где они во всем этом, и затем продолжит учить. Он не пытался ни во что их уловить. Он вел их к тому, чтобы они еще чему-то научились. Филипп отвечал Ему, «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». И это даже не то, о чем Он его спросил. Он не спрашивал у Него, сколько это будет стоить. Он спросил, где мы возьмем эту еду. Филипп не слушал, не так ли? Он придумал свой собственный вопрос. И это одна из вещей, которым вам нужно научиться в отношении вещей Божьих. «Уделяйте время и ищите ключевые моменты в каждой ситуации жизни». Ищите ключевые моменты. Всегда есть ключевой момент, который откроет все это. если вы просто остановитесь и познаете, что Он – Бог. А пока вы бегаете по комнате, заламывая руки, «О, что мы будем делать? Что мы будем делать? Что мы будем делать?» И вы носитесь как фрисби во всех направлениях. И пока вы это делаете, вы упустите ключевой момент в этой ситуации. И в 99,9% случаев вы не только все испортите, но вы пропустите Бога и все запутаете. И все будет продолжать прогрессировать в неправильном направлении, пока вы действительно не успокоитесь и не ухватитесь за Бога. И в некоторых случаях люди делают это только тогда, когда уже слишком поздно. Поэтому нам нужно быть промолившимися, напастившимися и готовыми постоянно двигаться дальше и постоянно пребывать в Слове Божьем. Вы заметили, что когда Иисус сказал «Сей род изгоняется молитвой и постом», Он не молился и не постился перед тем, как Его знать. Что ж, это не означало, что Он был освобожден от молитвы и поста. Он молился и постился больше, чем кто-либо. И Ему тогда не нужно было поститься и молиться, потому что Он уже промолился, Он уже напастился, Он был готов постоянно, а они нет. Они могли бы изгнать того беса. Это не потому, что у них не было власти, Он уже дал им власть. Это не потому, что у них не было силы. У них была сила это сделать. Он сказал им, почему. Он сказал, вы не молились и вы не постились в отношении своего служения. И поэтому они столкнулись с ситуацией, и они не знали, что Бог говорил об этом. Вот почему. Вы не зарабатываете силу. Вы меня сейчас слушаете. Вы не зарабатываете силу, чтобы изгонять бесов, когда вы поститесь. Вы не становитесь более сильными, когда вы поститесь. Вы становитесь более внимательными, когда вы поститесь. У вас уже есть сила. У вас есть имя Иисуса, у вас есть сила Духа Святого, у вас есть Слово Божье, у вас есть кровь Агнца. Вопрос в том, что вы не в состоянии ясно получить направление Если вы прислушаетесь, Бог скажет вам Что это за бес и все, во что он там вовлечен И вы можете постоять там и послушать немного Духа Святого И просто прижать этого беса к стене Я имею в виду просто отрезать ему ноги так, чтобы ему И вы можете постоять там, послушать немного Духа Святого И просто прижать его к стене Я имею в виду просто отрезать ему ноги Так, чтобы ему больше не на чем было стоять. Вы можете делать это финансово в 100% случаев. Вот что Господь сказал мне несколько лет назад. Я хочу снова поделиться этим с вами. Это было несколько лет назад, когда экономика и все остальное оказалось шлепнется лицом вниз. И все средства массовой информации начали кричать и причитать «экономический спад, экономический спад». Понимаете? Они не знают, что происходит до тех пор, пока это не начинает происходить. Но Библия говорит, что Дух Святой послан нам, чтобы показывать нам то, что будет происходить. Понимаете? И я молился о своем партнерском письме. «Господь, что мне написать в этом месяце моим партнерам?» И мы поехали в Колорадо, взяв несколько дней отпуска. И я молился об этом партнерском письме. Я молился о нем в духе периодически на протяжении каждого дня, как я делаю в большинстве случаев. И мы сели на подъемник. И этот подъемник от одного склона поднимался к другому. Я просто сидел там, наслаждаясь тем пейзажем, молясь в духе. «Господь, что ты хочешь, чтобы я в этом месте сказал моим партнерам?» «Что ты...» И он ответил, «Скажи мне присоединяться к экономическому спаду, он им не принадлежит». Именно об этом он и хотел, чтобы я поговорил, понимаете? И тогда я начал молиться в духе. «Хорошо, что ты хочешь, чтобы я им об этом сказал?» Что ж, я много чего об этом знал, потому что с годами я много всего узнал. Но позже, спрашивая его об этом, я удинился во время своего молитвенного времени и начал слушать Духа Божьего. И первое, что вы должны осознать, это то, что Он всегда говорит. Проблема не с Ним. Ему было сказано говорить то, что Он слышит. И Бог всегда, всегда будет вам что-то говорить. «Ну, Он никогда мне ничего не говорит». Нет, Он говорит, вы просто слишком духовно глупы, чтобы это услышать. Я был таким, вы были такими. Что ж, и время от времени мы по-прежнему такие. Еще не настолько проницательны, насколько мне хотелось бы быть. «И не настолько проницательны, насколько я буду, слава Богу». Я проницательнее, чем я был раньше, аминь. И поэтому вы продолжаете узнавать и учиться. Понимаете? И в этом вам помогает то, когда вы спрашиваете. Вы учитесь тому, как знать разницу между голосом вашего тела, голосом вашего разума и голосом вашего духа. Когда вы поститесь, это является для вас временем обучения и тренировки. И вы узнаете разницу между ними. И один из них не сможет ввести вас в заблуждение, заставив думать, что это другое, или заглушив другое. И когда я молился об этом, вот что он мне сказал. «Мой народ может молиться, стоять на Слове Божьем и верить мне». Они могут отводить и предотвращать финансовые проблемы в целой стране, иногда в их сообществе, в большинстве случаев, и в своей собственной семье, в 100% случаев. Понимаете, тело Христово может собраться вместе. Говорю вам, мы можем многое останавливать в национальном масштабе, если мы соединимся в молитве и научимся тому, как это делать. моляй за наших лидеров, моляй за судей, моляй за всех, кто находится у власти, за всех, кто имеет к чему-либо из этого какое-либо отношение. Потому что экономика, в частности, имеет очень малое отношение к политике. И они ставят это себе в заслугу, но к ним эта заслуга не придет. Аминь. И когда тело Христово перестает молиться, вы просто можете стоять в стороне и наблюдать за тем, как оно все пойдет под откос. Это будет равносильно тому, что вы просто уберете руки от руля своей машины. Рано или поздно она окажется где-то в кювете. И когда вы знаете этот ключевой момент и прислушиваетесь к Духу Божьему в этих вещах, это дает вам ключ и дает вам преимущество веры, верующего. Вы узнаете, в чем суть этого. Вы не тратите время на кучу каких-то внешних вещей и на какую-то лишнюю непонятную деятельность. Вы наносите удар прямо по самой сути и разбираетесь с этим в Духе. Возможно, пройдет еще несколько дней, прежде чем листья завянут. Возможно, пройдет еще несколько дней, прежде чем вы начнете видеть результаты. Но вы можете ходить в этом, зная в своем сердце, слава Богу, зная в своем сердце, где именно вы стоите. Итак, давайте вернемся к этому месту Писания. Филипп отвечал ему, и заметьте, для Филиппа та толпа была слишком большой. Он мыслил маленькими масштабами. Большая толпа, мало денег, мало хлеба. И он думал, даже если бы мы купили на эти деньги хлеба, то мало кому чего достанется. Если взять сумку или две и пустить ее по рядам, им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу. Он сказал, некоторым из них вообще ничего не достанется. Может, мы могли бы накормить только детей? Один из учеников его, Андрей, Андрей был более духовно проницательным, чем практически все остальные, за исключением, возможно, Иоанна. Помните, именно он распознал, кем был Иисус. Он пошел к своему брату Петру и сказал, «Я нашел Христа, я нашел помазанного». Итак, послушайте, что он сказал. Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, «Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки, но что это для такого множества?» Он сам полностью уклонился от вопроса. Иисус спросил, «Где мы можем купить?» Знаете, каким был ответ? «Нигде». Они знали это, но они не ответили на его вопрос. Они пытались поторопиться и доказать ему, «Мы не можем накормить такое количество людей». Негде было купить хлеба. Но все, что ему нужно было сказать, это «Иисус, здесь негде взять эту еду». Вот ответ. Если ты собираешься накормить их, как ты это сделаешь? Ты собираешься совершить такие же чудеса, какие ты совершал для тех людей в отношении немощи и болезни, какие мы видели? Если бы они сразу же повернулись и начали спрашивать, все, что они должны были сделать, это ответить на вопрос. «Здесь негде купить еду». Иисус не спрашивал у них, сколько у них было денег. Он не спрашивал у них, как мало у них было денег. Он спросил, «Где мы можем купить еду, чтобы накормить этих людей?» Ответ был «Нигде». И это все, что они должны были сделать. Аминь. И это, говорю вам, это так типично для нас. Мы сталкиваемся с какой-то проблемой, и вместо того, чтобы обратиться к Богу и сказать, «Что ты хочешь, чтобы я сделал в отношении этого?» Мне нужна твоя мудрость в отношении этого. Мы просто подрываемся, начинаем молиться, как только знаем, просто устремляемся о всех направлениях. Кто-то сказал, «Давайте помолимся». А что, уже дошло до этого? Да, даже Бог во всей своей мудрости не смог понять, как разобраться с этой неразберихой. Бог все это время знал на этот ответ. Я скажу вам кое-что еще. Мудрость веков находится всего 45 сантиметров ниже вашей головы. Если вы только остановитесь и поговорите с Ним об этом, остановитесь и успокоитесь на какое-то время. Остановитесь и помолчите, и познайте, что Он – Бог. Аллилуйя. Я не хочу сейчас подробно останавливаться на том, как мы это делаем, поскольку мы отдельно посвятим этому время, поскольку в этом направлении мы и будем двигаться. Но это напрямую относится к нашим финансам. И я хочу, что вы заметили здесь, что Андрей фактически мельком смог уловить понимание того, что Иисус уже решил сделать. Иисус уже знал, что Он накормит этих людей. Неужели вы думаете, что Он не заприметил того мальчика? Он знал, что Дух Святой работал с тем мальчиком. Он не пошел бы и не отобрал бы у того мальчика его хэппи мил. Дай мне это. Дай. Нет, нет, нет. Он не забирал бы у него его обед. Он бы этого не делал. Тот мальчик пришел, чтобы дать. Он уже предложил свой обед ученикам. И Андрей уловил это в Духе Святом. Но затем он не принял этого внимания. Знаете, почему он не принял этого внимания? Он так и не ответил на тот вопрос, который задал Иисус. Если бы он сказал, «Господь, здесь негде купить еду». И затем прислушался бы к своему сердцу и к тому, что говорил Дух Божий. Но Господь здесь есть мальчик, у которого есть немного хлеба и рыбы. У тебя есть какая-то идея? У тебя есть что-то, что мы могли бы здесь сделать? И он был бы с ним вместо того, чтобы не принимать этого внимания и на несколько минут становиться там духовно бесполезным. Поскольку именно таковым он и был. Он был ни на что не годен. Он не был в согласии с Иисусом. Он не был с ним в согласии, как и все остальные. Людей слишком много, чтобы их накормить. Иисус не спрашивал у них, сколько там было людей. Он не спрашивал у них, сколько денег. Он не спрашивал у них, что, как они считали, он должен был сделать. Он спросил, где мы можем купить еду. Итак, молитесь, затем слушайте. И затем будьте послушны. Молитесь, слушайте и будьте послушны. Аминь. Бог уже ответил. Ответ для ваших финансов уже пришел. Он уже там. Вам нет необходимости бегать по комнате, спрашивая Бога, что я теперь буду делать, что я теперь буду делать, что я теперь буду... Ответ уже пришел. Ваш недостаток был уничтожен. Ваш долг был уничтожен. И пророк, и священник этого служения сказал вам, что именно делать. Поэтому возьмите этот лист бумаги и пусть дьявол его видит. Это была не просто проповедь. Он давал вам наставления, которые также действенны, как и те хлеба и рыбки в корзинке с обедом того мальчика. Аллилуйя. Аминь. И как только вы утвердитесь в этом, затем вы можете просто пребывать в покое. И дьявол говорит, что ты будешь теперь делать? Ничего. Как тебе такое? Дело не в том, что я буду теперь делать. Я посеял свое семя. Если Господь обращается к вам и говорит вам посеять семя в этом направлении, или в том... Он сказал, вот что я теперь буду делать. И вы получаете это, когда вы останавливаетесь и познаете. Вот когда вы получаете это. А вы не получаете это, когда вы бегаете туда, сюда, и когда вы совершенно расстроены. О, я не знаю, где сегодня вечером мои дети. Я не знаю, что я буду делать. Это не то время, когда вы получаете направление от Господа. Вы получаете направление от Господа, когда вы обращаетесь к Нему. Не тогда, когда вы кричите на Него, а когда вы обращаетесь к Нему и замолкаете. Аминь. Если вы продолжаете пытаться услышать Бога этими физическими ушами, вы никогда ничего не услышите. Нет. Нет, 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 нет. Бог есть Дух, и поклоняющийся Ему поклоняется в Духе и Истине. И учитесь обращаться внутрь себя, чтобы услышать. Вы знаете об этом даже больше, чем вам кажется. Потому что вы постоянно прислушиваетесь к тому, что внутри вас. Только в большинстве случаев вы прислушиваетесь к своим собственным мыслям, к своему собственному Духу и к своему собственному разуму, вместо того, чтобы успокоиться, остановиться и прислушаться к Богу. Иисус сказал, «Мои овцы знают Мой голос». Если вы никогда этого не делали, возьмите это местописание, выпишите его, носите его с собой несколько дней и просто благословляйте им Господа и говорите, «Я твоя овца». Я намерен знать твой голос, я намерен услышать здесь, в небе, свое имя Иисуса. И затем помолчите какое-то время, остановитесь и познайте, что Он Бог. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Бог разработал путь того, как вы, я или любой другой человек на земле, который захочет это сделать, может стать частью небесной и земной Божьей системы наград и благословений. Послушайте, я могу присоединиться к могущественным благословениям Божьим, пребывающим на Билли Грэме или на любом другом великом пророке и апостоле Божьем, помогая им делать то, что они делают. Аминь. Бог нелицеприятен. Аллилуйя. Вы можете стать частью того, что мы с Глорией и все сотрудники нашей миссии получаем в качестве Божьих благословений и Божьей награды, помогая нам делать эту работу. Все очень просто. Но как раз все, что делает Бог, является простым, реальным и эффективным. Отец, я молюсь за тех людей, которых Ты призываешь и которым Ты говоришь сеять в это служение. И во имя Иисуса я молюсь об их благословениях, и я молюсь об их небесной и земной награде за то, что они делают. Во имя Иисуса. Чтобы помочь нам делать то, что делаем мы. Жертвуй Тебе, Господь Иисус. Мы принимаем это. Во имя Иисуса. Аминь. Если Господь ведет вас это делать, молитесь об этом. И действительно верьте, что Бог ведет вас это делать. Если вы хотите заказать наши книги, напишите нам по адресу, который вы видите на экране. До встречи! А пока помните, что Иисус – Господь. Еще до того, как волны обрушились на океанские берега, до того, как орлы начали парить над вершинами гор, Он знал Тебя. Он соткал тебя в чреве матери. Он был рядом, когда ты родился. Его сердце возрадовалось, когда он впервые услышал твой смех. Для него нет ничего более драгоценного. Он не мог найти ничего более дорогого. Он не видит ничего красивее, чем ты. Он видит каждую клеточку твоего тела. Он знает число волосинок на твоей голове. Он знает каждое желание твоего сердца. Ты – его возлюбленный. Сотни лет Он желал знать тебя. Он никогда не оставит тебя. Он заплатил самую высокую цену, чтобы ты был свободен. Он достоин. Бог достоин Того. 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 Субтитры создавал DimaTorzok